Итак, я снова вас приветствую в Stardew Valley, или же, как я ещё называю эту игру, The Sims здорового человека. То есть, есть The Sims обычный, это The Sims больного человека, больного на голову, потому что там постоянно ты занимаешься тем, что потребности свои удовлетворяешь и всё. То есть, и это скучно, и дерьмово, и вообще, не играть в обычный Sims. Stardew Valley, это же очень хорошая штука. Так, Хикан, как у тебя дела? Наверное, зарабатываешь на ферме кучу денег. Не забывай про свою старую матушку, когда станешь миллионером. С любовью, мама, наслаждайся тортиком. Тортик это хорошо, розовый торт. Сверху на нём конфеты в виде сердечек. Так, я не знаю. Я надеюсь, его это, моя жена, не съест. В тайне. А чё, это было бы, кстати, прикольно. Прикиньте, если бы жена так могла стыбрить твой торт и сожрать его в тайне. Тайком, так сказать. О, много яиц. Так. А, большой... А, я ж мог это яйцо подобрать уже тогда. Так. Сколько яиц, жесть. Двойная порция, нафиг. Так. Ну, давайте тогда... Забываю иногда посещать уже, видите. Хоть бы жена этим занималась. Так, семь. И восемь. Капуста уже скоро вырастет кое-где. Так. Дональд Трамп. Да. А где тут наш Дональд Трампик? Ути-пути. А у кого симпатичный клювик? А это у Дональда Трампа. Так, блин, нужно что-то делать. Ну, все, короче, на весну. Я не знаю, мне надоело. Мне надоело фермерством заниматься, чуваки. Ну, блин, зачем я в эту игру начал играть? Казалось бы, это же игра про фермеров. Если тебе не нравится фермерство, то зачем в нее играть? Так, яичный фестиваль. Не знаю. Я не собираюсь побеждать. Во-первых, как бы все равно побеждает всегда моя жена. А мы типа одна семья, и какая разница. Побеждать свою жену, самоутверждаться за счет нее, или что? Ой, эту курицу сегодня не покормили, или вчера не покормили, короче. Отстой, конечно. Я согласен. А, вот она! А Бигел сейчас слишком увлечена своей мелодией. О, смотрите. Она на флете играет. Красавица. Прикольно. Такое место специально для Эбигейл. Так. Ну, что, пойдем на яичный фестиваль? Ааа, или нет? Или нет? Так. Может тогда... По-моему, он до вечера идет. Поэтому нужно перед тем, как на него идти, тут порубать все, что нам нужно порубать. Другими вещами позаниматься. Так, так. Вот, например, шахтерским ремеслом займемся. Вот видите, сколько камней. И они все должны быть разрушены. Все камни должны быть разрушены. Видите, такой... Вот это вот то, что присутствуют разрушаемые объекты практически везде, это создает ощущение, то есть, открытости мира. То есть, везде есть что-то разрушаемое. Причем, именно те объекты, которые действительно и должны быть разрушаемыми, они разрушаемы. И это круто. То есть, как бы, у нас есть все законы. То есть, нету такого, что вот где-то невидимая стена, где-то один камень. Хотя есть деревья, короче, неразрушаемые в городе. Но я понимаю хотя бы, зачем это сделано. И то есть, это нормально. Пусть уже будет. Но нету такого, чтобы, типа, где-то была какая-то невидимая стена или что-то подобное. То есть, это мне нравится очень. В то время, как во многих играх, то есть, от сюжета попробую отойди. Или там... Ну, разве что, более такой свободный, это Майнкрафт. Разве что. Вот, семена клубники, плюшевый кролик. Конечно же, я буду покупать семена клубники. Десятку, пожалуй. Никто со мной особо не разговаривает. И я прихожу только ради фаршированных яиц. Смотрите, другие вещи, говорит. Хе-хе, я кое-что хорошенькое подмешал в пунш. Алкоголь, наверное. Наш любит алкоголь. Иногда я так хорошо прячу яйцо, что его никто не может найти. По крайней мере, до лета. А летом так жарко, что по тухлому запаху его сразу находят. Хе-хе. Да, чтобы яйца не пахли, нужно подмываться. Не забудьте. О, привет, Абигею. Уходи, пока не закончится охота. Мы с тобой враги. Что? Уходи! Она мне говорит, уходи. Ты офигела, что ли? Ах ты ж, ах ты ж, тролль. Прикольная музычка. Раньше в этот день мы кидали с тухами яйцами. Мы льюсь, быстренько это дело пресек. Шмыгает. Фу, мой тос, аллергия. А у этого чувака аллергия. Реалистично. А вот Харви, видите, он, короче, подозрительный. Да, яйца могут быть частью здорового питания. Ой, мне нужно прекратить быть врачом хотя бы в праздник. Точнее, маньяком-педофилом, нафиг. А не врачом. Так. Аббе с самого детства любит охоту за яйцами. Хе-хе, да. Весной я всегда очень занята. Хорошо, когда есть такой выходной, чтобы поболтать с друзьями. Да, я тоже занят. То есть... Действительно, эти праздники, они хотя бы немного этот гринд разбавляют. Фух. Можно вот так вот постоять. Время не идёт. Всё хорошо. Как думаешь, все уже готовы к охоте за яйцами? Ещё нет. Так, давай с тобой. Добро пожаловать на яичный фестиваль. Всё благодаря нашим замечательным курочкам. Ну, давай. Начинаем. Я даже пытаться не буду, типа... Наверное. Собирать яйца. Пора приступать к охоте за яйцами. Так. Вся ваша энергия. Нужно, короче, блюдо на скорость. Например, кофе выпить. Тогда, может, мы и победим. Да, начнётся охота. Так. Вот тут ещё есть яйцо. Вот тут ещё есть яйцо. Так. Четыре яйца. А, нужно девять, по-моему. Собрать, чтобы больше, чем аппи было. Да, я знаю. Я уже пропустил там одно яйцо. Пять яиц. Так. Вот это не оно? Нет, это не яйцо. Они, блин, незаметные, зараза. Так. Семь. Ну, я мог бы в теории даже так победить. Но нужно девять, по-моему. Или больше девяти. Если бы вы, ребятки, мусора столько же собирали. Одно и то же. Естественно, Абигейл. Да. Такая подпрыгнула. Вот твой приз. Наслаждайся. А чё она даёт? Интересно, а что за приз? Абигейл, ты бы хотя бы похвасталась мне. О, мёд. Тюльпан. Синий ярко цвет. Ага. Как вы видите, есть тут разные типы мёда. Так и так. Так и так. Так и так. И, короче, давайте клубнику, что ли, высадим. Чтобы не пустовало место. Свято место пусто не должно быть. Отлично. Пойдём отсюда? Нет. Уходим. Фух. А Абби уже спит. Или ты не спишь? Нет, она не спит. Я всегда забыл взять с собой перекусить. Пурчаня. Нужно тебе, наверное, подарить опять что-то. Так. Тюльпан. Синий ярко цвет. Обычный мёд. А мне нужно тебе подарить... Подарить ещё одну тыкву, наверное. А одну я оставлю. Я больше тебе тыкву не буду дарить. Прости. Мне очень нравится. Это просто супер. Хикан. О, вот. Смотрите. Дали звезду. Стар дроп нам дали. Вы нашли звёздную каплю. Все ваши мысли только об одном. Вайфу. Да. О вайфу, думай. Ваш максимальный уровень энергии увеличен. Когда я думаю о вайфу, у меня кое-что встаёт. И уровень энергии увеличивается. Логично же. Ладно. Так, ладно. Скидываем сюда. Скидываем сюда. Ага. Раз, два. Ну всё. Теперь можно не так критично относиться. То есть можно держать где-то на 12 звёздах уровень понравения нашей пассии. Нашей вайфу. Хотя, почему нашей? Может, это не ваша вайфу? Может, вам не нравится апекео? Напишите, кому нравится там апекео, не нравится. И почему? Почему вам нравится моя вайфу? Ах, вы шублюдки. Никому не отдам. Писюны откусывать буду. За вайфу. Так. О, неплохо. Медок. Хотя, мёд это не самая лучшая прибыль именно с него. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Очень неплохо. Сколько оно стоит, интересно. ежевичное вино но мне его еще бы это ну вы поняно 34 вообще нужно больше этих бочек будет сделать потому что вино конечно хотелось бы иметь собираешься в шахту суша если найдешь что-нибудь вкусненькое захватим не кусочек вкусненькая в шахте слайма что ли тебе приветствую это я королева соуса х браун х браун смотрим картофель и масло ну масло с подсолнечника делается обычная я так понял как раз два так так значит 1 2 3 4 и 5 все сделали хух сложно ага нам нужно косу точно косой все это делать эй не косой что не не косой не снимается и чего я решил что она косой все снимается отважина ворон 4 и это капуста я же ее сажал одновременно почему она зреет в разное время так редька давай пастернак блин куча пастернака нам нужно больше пастернака еще больше а что ты теперь делаешь так глупая женщина воскресенье чтобы нам продать чтобы нам продать такое чего не жалко вот давайте пастернак продать им и я не знаю что еще вот капусту вот эту потому что у нас новая скоро будет типа где-то был один из утят которого я еще сегодня не общался с ним он может здесь где-то оля вот этот может быть тогда нет это трамп младший значит со всеми пообщался в общем то пойдем и попытаемся наверное продать или нет я не знаю если честно так так серебряная картошка в принципе тоже можно было бы продать ее вот эта штука тоже в принципе может быть подвержена продажа так нет все таки пастернак мы не будем продавать по крайней мере мы серебряный продадим все серебряная продаем остальное нет так значит серебряная вот эта вот штука серебряные баклажаны серебряная кукуруза серебряная картошка все продаем даже вот кудрявую капусту серебряную продадим наверное идем продавать теперь потому что мне срочно нужно много денег к сожалению ну что бывает бывает так побежали в воскресенье на что я вообще надеюсь что а я надеюсь типа мако найти продающимся у кое-кого а собственно сейчас мы продаем вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот видите то есть если бы я весь урожай продавал то я бы тут уже миллионером был желуди даже продать можно но не хочу я этого делать рассада нужно ли мне рассада давайте пастернака рассаду сделаем 30 штук должно хватить пока что а иди в жопу со своей медной рудой вообще такое невыгодно вот это вот клинту что-то приносить невыгодное реально так раз два пока грядки не испортились а то они могут испортиться если долго на них ничего не растет так ну вроде бы все а вот это вот наш древний плод который очень хороший здесь мы были сегодня или нет не знаю но похоже нет а когда дождь будет вдоль же гроза а гроза нам нужно ладно надеюсь 4000 вот этих вот нам хватит для того чтобы купить абрикос или ну в общем вы поняли молоко если бы продавалась только здесь у нас и надежда отхватить все это чтобы кокос семя кокосовой пальмы смотрите морковка 100 и морковка 900 стоит одна и та же морковка рыба еж кстати это любимая рыба нашей девушки редкое семечко всегда покупаем потому что типа дорого стоит то растение которое из него вырастает потом рыбу ежа ну не знаю подарить можно будет своей девушке и кокос может пригодиться потому что кокосы как бы не так легко достать так закупились блин капитально нужно больше пеньков дикий хрен сколько его тут лучше бы грибов дали я люблю грибы так ай грёбаные слаймы кстати с них водоросли падают а почему с них водоросли еще падают они разве водные такие эти слаймы а а здесь наверное особую рыбу можно ловить давайте попробуем пока у нас есть время так нет вот карп старый мореход нет нет во на максимальное расстояние нужно еще карп и причем какой вот это не карп явно о лесоплюх по-моему он нам нужен для чего-то еще один лесоплюх похоже на то да еще один лесоплюх так видите я уже научился о плавник ну неплохо может уголь с него выпадет нет не знаю это лесоплюх или не лесоплюх так да опять лесоплюх блин а вот тут сундук но я не буду рисковать 48 сантиметров так как у меня ну нет побольше будет я все таки не настолько наглый чтобы говорить так а чё это за фигня о сломанный диск так прямо моментально видели так чё то я концентрацию теряю ум там сложная рыба какая-то опять лесоплюх ну 28 сантиметров короче чем меньше сантиметров тем сложнее ловить жесть так чё ж ты не ловишься что это у нас опять лесоплюх 56 сантиметров видели как легко было его словить ну все здесь как вы видите вот это вот рыбное место исчезла пулькающая вода так что надо уходить отсюда на сегодня мы истощили данный данное место ну тут видите вот кокосы продаются только мака я пока что не видел хотя по моему когда-то видел нужно будет этим заняться ждем короче мы не будем заводить животных я хочу оригинальное прохождение сделать я не хочу типа как все делать ферму там животными еще с чем-то тем более у меня сейчас времени все равно нет ни на что то есть нужно еще обычную ферму содержать они мне еще не хватало гемора там с коровками с козочками еще с овцами так что будем ждать теплица подождет как говорится тем более денег у нас нет так вот тут какая-то была фигня план пуль рубаем 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 срочно о смотрите довольно быстро растут деревья летом по моему они медленно растут медленнее сейчас о это мне нравится так ну не все еще как вы видите зарядились те которые я недавно так слизь нам не нужна думаю не нужна так ну ладно наук запьем на остальной о просто вот наведу вполне себе вполне себе ну вот этот рыбу противную которая опасная рыба фугу рыба ешь вот я не знаю стоит ли ее давать моей аппекею потому что она конечно ее любит но она то опасно это рыба так значит что еще тут привет ну что скоро спать я включила нам подогрев в одеяле это кто ты сама нагреватель одеяло да так хашбраун помню мы его сегодня получили этот рецепт и конечно же раз потом два так пошла отсюда раз два не знаю куда все это складывать водоросли и шишки и шишки а здесь древесный сок пойдем короче сосок волосок и древесный сок ну и на этом закончим серию ох 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 неплохо 1600 учитывая что мы еще кучу всего на продавали типа уже 4000 потратили не такая уж и плохая прибыль а на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр всем пока пока